Хонсэ? Мадам. 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 Вау. Ну раз бывают парфюмы, значит можно? Вау. Круто. Вау. Всем привет, это канал Просто о парфюме, где мы рассказываем про нишу и парфюмерию. И делимся своими впечатлениями. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии, ставить лайки. Нам будет очень приятно. Сегодня у нас поистине интересная тема, которую давно ждали. Нам не хватает здесь только коктейлей. Да, кстати. Да. Ну что, сегодня у нас безалкогольные видео. Но в следующий раз мы будем с коктейлями. Мы сегодня поговорим о последних новинках от известнейшего бренда By Killian. Серия ароматов The Lickers. Они в честь алкогольных коктейлей. Да. Сами флаконы похожи на стаканы Rox. И что еще можно сказать? И сразу начнем. Да, и хотела бы сказать, что в Москве в двух ресторанах можно попробовать коктейли, которые сделаны в честь розы на льду и доли ангелов. Нам всем очень интересно. Может когда-нибудь мы съездим, мы снимем видео. Да. Ну мы дождемся, когда еще два доделала, две новинки доделала, чтобы сразу же четыре. Да. Ну что, поехали? Начнешь ты или я? Давай, это просто мой хит вообще, выделяющийся из моей коллекции. У меня таких ароматов вообще нет. Даже нанесу. Вспомню. У меня это был аромат лета, я им поливалась летом. Очень стойкий, очень шлейфовый. Тяжелый. Да, для начала кажется очень легкомысленным и простым, но на самом деле он очень сложный. Да. Огуречек. Здесь огурец с розой и с можжевельником. Напоминает коктейли джин... Тоник? Джин с огурцом. Да. Ну я бы назвала это прям джин-тоник с огурцом, один из классических коктейлей. Делают еще с апельсиновой цедрой, но это именно версия с огурцом. Тоже один из моих любимых вообще алкогольных коктейлей в жизни, поэтому этот аромат мне тоже очень запал. Но он больше для лета такой охлаждающий. Да, отлично подошел на жару, но я могу сказать, что он очень тяжелый. Я его от себя очень слышу. Я тоже его слышу целый день, хотя для меня это не характерно. Я после намесения через минуту вообще аромат никакой не слышу. Я больше не забываю вообще, что я что-то не нанесла. Но это не про этот аромат. Да, и на моей коже вообще нет розы. Для меня это просто огурец с можжевельником. Но на ком-то я слышала, что он на себя наносил, и они говорили, пахнет просто розой. Я была в шоке, если честно. Потому что для меня розы тут вообще нет. Следующий аромат называется Доля Ангела, Angel's Shea. Здесь речь, как название идет о коньячной уже истории. Даже по цвету. Да. Что такое Доля Ангела, я думаю, многие знают. Что это проценты испарения из бочки коньячных, крепких, крепленных напитков. И считается, что Ангел забирает себе какую-то часть этого алкогольного напитка. Значит, что идет дальше? Здесь совершенная противоположность аромата, о котором говорила Лена. Здесь Ангел и Дьявол. Да, здесь вообще про другое. Очень коньячный, сладкий, ванильный. Пралине, корица. Корица. Очень согревающий и теплый. Если этот я бы отнесла в летнее. По-моему, с Ромом, насколько. Да, да. В летнее такое путешествие бы с тобой взяла, то... Это зима. А Angel's Shea это зима абсолютно. Новый год вообще, когда крепленные напитки уже идут. Я почему-то сейчас сказала Новый год. У меня ассоциация, что ну какой-то вечеринки, такие вечерние платья. Да. На каблуке этот аромат. Такой роскошь. Хотя розу на льду я бы носила с джинсами, с рубашкой. С кедами, да. То есть такой расслабленный casual стиль, а этот это уже... Обязывает. Да. Причем я смотрела много блогеров и знаю, что Angel's Shea очень любит мужчины на себе носить. Ну разу на льду такой большой женский все равно, мне кажется. Мужчины не очень любят огурцовый аромат. Ой, да. Он хотелось бы сказать, что эти две новинки мы еще вообще не пробовали. И для нас сейчас будет первый затест, и даже немножко страшно. Мы терпели так долго. Да, у нас несколько дней они стояли, мы на них смотрели, чесались руки, чтобы их попробовать. Но мы выдержали это, и сейчас будем пробовать первый раз. Немножко страшно, волнительно. Ну какого начнем-то? Давай с моего. Давай. У меня это Apple Brandy в честь коктейля. Apple Brandy. И сейчас нанесу. Судя по названию, это будет яблоко. Даже халтурные пшики. Да. Какого-то ром с яблоком. Джимим. Джимим. Ну как? Я ожидала, что он будет тяжелее. Но он такой... После Angel Shea он мягкий. Если честно, он немного напоминает запеченное яблоко. Да, кстати. Запеченное, да. Яблоко, возможно, и какой-то не совсем бренди, там, да. Не ром, а... Как они называются-то? В таких огромных чашах. Пунш. Вот. О! Да, это яблочный пунш. Причем яблоко такое... Запеченное. В раскрытии вообще почти яблока нет. Да. Мне кажется, это немного такой пунш. Нет? Несил на коже? Кожа очень красивая. Даже, мне кажется, будет очень-очень красиво на мужчине звучать. Ой, очень красиво. Очень сексуально на мужчине будет. Очень советую. Прям какой-то такой специевый. Да, как будто специи. Какой-то, ну не корица, но к яблочку что-то добавили такое. Очень красивый. Видишь, у нас были совсем другие ассоциации с названием. Просто казалось, ну и яблочко, и яблочко, и все будет просто пахнуть яблочком. Ну да, да. А все оказалось намного сложнее. Ну что, переходим к следующей новинке. Даже древесную, кстати. Да. Название Leurwerth переводится как «зеленый час». Тут вообще никаких догадок абсолютно у нас нет. Нет? Не знаю. Уполнительный момент. Если честно, пахнет ягермистером. Ну, это такие настойки на травах. Так это абсент же. Ну да, в составе абсент, но если честно, абсент для меня немного по-другому. Абсент? Да. А мне показалось, что это вот такая какая-то настойка на травах. Ты прав абсент? Да. Хорошо. Ну-ка давай, еще разок. Как бы грех не днести. Прям абсент. Ну вот сейчас, да, но первая нота мне все-таки показалась. Ты мне не дала первую ноту, прямой нюхать. Ну вот попробуй. Чуть-чуть по-другому. Ну, от абсента есть, но что-то еще есть. Микстурная. Микстурная, травянистая. Да, как это есть абсент. Микстурная. По сути. На другую. А этот нанесем на другую. Поменяй. Да. Эппл бренди настолько мягко звучит после зеленого. Даже смотрите, по цвету жидкости прозрачный, потемнее, темнее еще темнее. Да. Сразу же видно по легкости. Очень красивые ароматы. Если честно, я могу признаться, что до этой коллекции Килен меня вообще никак не трогал. У меня вообще абсент ушел. Точно, как будто абсент с конфетами. Для меня это микстурный он. Этот аромат будет на любителя. Это сто процентов. Он, наверное, будет поменьше продаваться. Вот на мне вообще, смотри, тархуном пахнет. Абсент, так тархуном, микстуры. Как они назвали. Если честно, я уже говорила о том, что Килен мне до этой коллекции не нравился. Хотя от него, если честно, пищат очень многие. Очень распиаренный. Да, но эта коллекция, она настолько многогранная. Один только флакон чего стоит, когда держишь в руках вот это вот тяжелое, красивое. Такое ребристое, как будто стакан дорогой взял в руку. Да, винтажный, крустальный. Это просто что-то потрясающее. Обязательно попробуйте. Мискве знаю, что у Тике Байкилен уже все блогеры пробуют эти ароматы. Так что обязательно. И мы одни собор первых попробовали. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ждите наше новое видео. Надеюсь, вам понравился наш затест. Первый затест. Да, и всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok